здравствуйте друзья с вами чеширский кот так некоторые просят посмотреть жилые комплексы которые находятся неподалеку от меня чтобы не далеко было ехать и не обломана то есть я просто так ничего не придумываю как я сначала узнаю более подробную и информацию и вообще я их вижу не первый раз эти жилые комплексы то есть прежде чем мне выбрать было застройщика ооо строитель и жк космос я объездила весь краснодар все районы всех застройщиков всех посмотрела везде как бы прошерстила всю эту местность понимаете и в лановку в том числе тем более потому что она меньше чем город краснодар как бы и эти стройки я знаю очень хорошо может быть там что-то изменилось за это время мы заключили договор 10 мая договор долевого строительства а до этого как бы мы приехали 23 апреля за это время у меня я считаю было времени достаточно поездить посмотреть проверить разобраться то есть это для меня не сложно я занималась какое-то время этим с кемерово у себя поэтому я вижу как бы это все для меня это легко и просто поэтому у меня здесь мой канал поэтому я и рассказываю вам на что обратить внимание при покупке жилья при осмотре его при как бы выборе на вот это все понимаете и вот когда мне задают вопрос сейчас покажите пожалуйста жк европа или жк уютный то есть они находятся напротив меня я знаю про них как бы еще до того как я приобрела в космосе жилье и естественно и я думаю что за это время как бы с мая месяца сейчас середина октября то может что-то измениться что-то может быть ну я не знаю худшую или лучшую сторону то есть я заранее не говорю ту информацию которая как бы может быть устаревший и естественно недостоверный как бы я иду и спрашиваю жителей на что они жалуются что им нравится что не нравится что стало лучше что стало хуже то есть я разговариваю не с одним человеком минимум с двумя и тогда я делаю вывод прибавляя ту информацию которую я знала до этого до того как я приобрела квартиру в космосе и иду снимаю и рассказываю я ничего не придумываю а фонаря от какого-то ну естественно а надежности застройщика я знаю тоже то есть документы эти изучала я тоже понимаете да вот и когда я выставляю например видео я его не для себя как бы выставляю я выставляю для людей которым нужно понимаете то есть а почему бы мне не помочь что там такого это нормально вот и мне начинают писать то есть уже не первый раз вот блогеры хреновые да вы горе девочки горе девочки ну то есть я снимаю одна и меня называют там у кого-то в глазах двоится наверное кто-то либо с похмелья либо выпил горилки там я не знаю пол-литровку и у него и в глазах двоится им кажется там девочки больше одного человека понимаете а там один такой чеширский кот просто им кажется что-то вот обращение такое прям девочки да вы если не знаете зачем это вы рассказываете полная дезинформация полная лажа полная ерунда там мат и вот это вот все я хочу сказать что я разговариваю с людьми если они не сказали об этой проблеме какая-то например проблема слышимость ужасная ну например один человек не сказал 2 не сказал ну значит наверное ее нету я ее и не озвучиваю понимаете да вот например если я захожу а двор это мало автомобилей я спрашиваю у человека который вышел из подъезда за хлебом у вас тут вроде бы так место не очень много но я вижу у вас подземная парковка ну то есть у вас нет таких проблем она ой вы что у нас таких проблем нет у нас вообще вечером очень мало машин здесь и это самое благодаря тому что у нас есть парковка я так и говорю что и днем здесь мало автомобилей то есть и вечером то есть места для автомобилей для парковка достаточно то есть я делаю выводы из этого понимаете я не придумываю ничего ну я не знаю то есть просто какой-то сегодня вот такой день я решил об этом рассказать так что если кому-то не нравится можете уйти не смотреть канал отписаться если кого-то там сильно бесит можете поставить лайк можете нам какие-то замечания делать но если это нормальная конструктивное замечание там какой-то почему я и еще многие пишут вы не обижайтесь почему то есть почему должна обижаться если это нормальное какое-то здравое такое замечание там вы знаете это не не так вы ошибаетесь то-то то-то это же очень хорошо что я знаю теперь что я ошибаюсь то есть ну по какой-то там причине и ну вы как бы делаете замечание это нормально мы можем поговорить может у нас получится какой-то интересный конструктивный диалог какой-то может быть завяжется у нас какая-то переписка такая интересная то есть интересная нам двоим понимаете и вот это вот не обижайтесь то есть я не знаю все давно уже как бы вышла с того возраста чтобы у меня просто обижаться там что-то ходить там не бери мои игрушки не писал мой горшок как-то и у меня это уже вот я честно вам говорю я переросла это у меня было вот в 15 лет на последний раз то есть у меня вот таких то обид на кого-то их не существует то есть у меня есть такой интересный человек или не интересен как бы буду я с ним общаться и не буду хочу и не хочу ну то есть по мне он или не по мне то есть он может быть даже сто раз как бы умный 25 раз разумный там какой-то супер-пупер образованный какой-то такой но он не по мне может быть просто я не хочу сказать что у меня все верно и правильно я никого не хочу учить чему-то то есть и может быть он по-своему прав он может быть у него твоя правда у меня твоя правда я считаю что каждый человек индивидуал каждому свое одному нравится одно а другому это ну вот прям даром не надо вот просто даром не надо то есть у каждого по своему я не знаю как это не пишите мне пожалуйста таких вещей каких-то давайте просто общаться просто обычно общаться это же так просто это так легко это ни к чему не принуждает свобода ребята с вами был чеширский код пока пока